Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем изучать книгу Откровения Иоанна Богослова «Апокалипсис». И мы приступаем к чтению этой книги. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Здесь мы видим, что ангелы выполняют как бы некую такую сдерживающую функцию. Они заботятся о том, чтобы на четырех углах земли был покой, и ветер не наполнял бы мир людей. В понимании тогдашних людей мир выглядел как огромный такой большой четырехугольный стол или ломоть круглого хлеба, срезанный по середине. Конечно, философы античного мира отлично понимали, что Земля — это шар, и что он вращается в пространстве. Хотя было несколько теорий. Одни утверждали, что центром мироздания является Солнце. Потом появилась теория, что центр мироздания — это Земля, наша планета и так далее. Но не наша задача выяснять, скажем так, мировосприятие этих людей. Библия разговаривает с людьми на их языке, то есть учитывая их понятийный аппарат. И только в вечности мы поймем, что многие образы, наставления, поучения из Библии, они преподносились нам в категориях нашего времени, потому что иначе бы мы ничего здесь не поняли. Итак, «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах Земли, держащих четыре ветра Земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». По Андрею Кисарийскому ангелы, удерживающие ветры, с одной стороны это ангелы, которые оберегают мир от ветру учений, а с другой стороны это ангелы, которые обеспечивают мир от ураганов, от каких-то катастроф, смерчи, бурь, всего того, что боялись люди, что было связано с небом. Например, падение комет, каких-то горящих объектов с небес. Все это очень волновало древнего человека, и это всегда описывалось в античной литературе. Андрей Кисарийский пишет, «Но мы думаем, что все это в сильнейшей степени должно произойти в пришествии Антихриста». То есть все эти ураганы, все эти бури, все эти наводнения, все эти цунами, они как бы усилятся. Что все это в сильнейшей степени должно произойти в пришествии Антихриста, и не в иудейской стране, в частности, а во всей земле по четырем углам, который, как он, то есть Иоанн Богослов, говорит, пишет, «Будут стоять ангелы, совершители, назначенного им, Богом и неизвестного для нас служения». Действительно, служение ангелов, оно таинственное служение. Они могут, с одной стороны, защищать нас от ветра учений, ведь четыре угла могут указывать и на четыре Евангелия, а во свете четырех Евангелий, пока мы не выходим из этого поля евангельского откровения, никакие ветра учения нам не страшны. Человек реально живет Словом Божиим. Словом Божиим небеса и земля, составлены из воды и водою. Так сказано во втором послании Петра, третья глава, пятый стих. И если человек основанием своей жизни имеет именно Слово Божие, то это твердое основание. А если основанием своей жизни он имеет не Слово Божие, а что-то другое, это очень зыбкое основание. И в Евангелии от Матфея, седьмая глава, с 26 по 27 стих, мы читаем, «А всякий, кто слушает сие слова мои и не исполняет их, то есть не руководствуется ими, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико». Сейчас в наше время особенно молодежь увлекается разными ветроучениями, и им надо опасаться того, о чем, предупреждая, говорит Священное Писание. Например, в послании к Колоссянам 2 глава 8 стих сказано, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Действительно, мы должны удаляться от разных философских систем, которые являются вызовом христианскому вероучению. И если христиане и изучали языческих авторов, то только в апологетических целях, чтобы знать, как правильно, более доходчиво ответить на тот или иной их аргумент. Но прежде всего мы должны проповедовать Христа. Как в первом послании к Коринфянам 1 глава 23-24 стих апостол Павел писал, «А мы проповедуем Христа, распятого для иудеев, соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов, Христа – Божью силу и Божью премудрость». Вот вы знаете, друзья, что мы имеем в оригинале этого текста, там не сказано, что мы проповедуем Христа Божью силу и Божью премудрость, а говорится о том, что мы проповедуем самого Бога, Бога силу и Божа премудрость, потому что можно говорить о Христе, можно говорить о Боге, о Его могуществе, о Его силе, но когда мы говорим о самом Боге, о Его присутствии в этом мире, это значительно больше. Именно к такому формату проповеди нас призывает и Христос словами, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди». Таким образом, настоящая проповедь – это проповедь не о Нем, а это проповедь, указывающая на Его присутствие среди нас, когда двое или трое собрались во имя Христа и рассуждают о Нем. И далее мы читаем, «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». Вот здесь появляется более величественный ангел, который обращается с некой новой вестью, и он очень торжественно ее провозглашает. И эта весть, она касается тех, которые имеют печать Бога Живаго. «И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Вот в наше время, братья и сестры, в которых мы живем, очень много люди рассуждают о печатях антихристовых. И вот они говорят об этих антихристовых печатях, день и ночь могут говорить, спорить, ругаться друг с другом, что такое печать антихриста. Однако настоящего христианина должна занимать печать Божия, которая предохраняет его от Божьего гнева. Даже во дне Армагеддона, как мы прочитали здесь, что ангелы мщения, они не могут начать своих действий, пока не будет поставлена последняя печать Божия на чело предназначенных ко спасению людей. Что же это за печать? Понимание святых отцов – это и крестное знамение, которым мы себя осеняем, оружие на дьявола, данное нам, и это печать таинства миропомазания, которые нас запечатлевают после таинства крещения, когда священник мажет нас освященным миром со словами «печать дара Духа Святаго», «печать дара Духа Святаго», «печать дара Духа Святаго». И вот это очень должно нас волновать. Вот сегодня, когда я начал эту беседу, вдруг во время беседы меня взволновал вопрос, а не нахожусь ли я в состоянии смертного греха, проводя эту беседу для вас, братья и сестры. И с радостью вспомнил, что вчерашний день я и исповедовался, и причастился телу и крови Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Один светский человек, граф Лев Толстой, его трудно заподозрить в симпатиях к православным ортодоксам, он говорил, «даже музыку неприличных людей нельзя слушать». Это он говорил о музыке Моцарта, которая ему нравилась сама по себе, но он знал как бы и жизнь этого музыканта, которая была очень беспечная такая жизнь. «Не делайте вреда ни на земле, ни на море, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Вот здесь сказано, что даже мир природы сохраняется, даже деревьям не могут эти ангелы мщения причинить какой-то вред, пока еще не положены последние печати, пока еще силы крестного знамения сохраняются в этом мире. Конечно, мы больше должны склоняться к тому, что речь идет о таинстве святого миропомазания, потому что трудно представить, что наступит время, когда никто и лба не перекрестит. И когда Русь крестилась, с самых древних времен наши предки осеняли себя крестным знамением. В древние времена это было двухперстие. Два соединенные вместе перста православно исповедовали нашу веру, у Господа Иисуса Христа как истинного Бога и как истинного человека. А три пригнутые книзу перста православно исповедовали нашу веру, что он сошел на эту землю как истинный Бог и истинный человек. Позже наша церковь изменила на три перстья, но смысл не изменился. Три соединенных кверху перста православно исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. Два пригнутые книзу перста православно исповедуют нашу веру в то, что Иисус Христос пришел на эту землю как истинный Бог и истинный человек, нас, ради человека, и нашего ради спасения. Когда христианин крестится, синяется крестным знамением в знак того, что Христос глава церкви, что Христос сошел на землю, нас, ради человека, нашу ради спасения, что Христос вознесся на небеса и воссел от деснуя Бога Отца и по благодати, как пишет апостол Павел, и мы во Христе Иисусе от деснуя Бога Отца. Когда мы кладем на левое плечо, это в знак того, что Христос опять придет судить живых и мертвых, и не дай нам Бог в тот день оказаться слева от Него. Почему у нас есть уверенность, что это не крестное знамение, печать Божия, которая удерживает суды Божии? Потому что о святом причастии сказано самим Христом «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». И существует предание, что когда будет конец света, ангелы еще будут ожидать, когда из алтаря изнесут святые дары со словами «Со страхом Божьим и веру и приступите». И тогда уже начинается новый мир. Верующие причащаются в последний раз тела и крови, и потом их общение с самим Христом. А если говорить о таинстве мира помазания, да, какой-то момент трудно будет найти епископа, который может преподать его в виде конфирмации, или освященное правильным образом мира, когда будут страшные гонения, и такое время действительно может наступить. Но пока оно не наступило, мир еще сохраняется. Поэтому удерживающий наступление тяжелейших дней в некотором смысле это каждый христианин. Потому что каждый христианин принадлежит к царственному священству. Он как священник и как царь. Само мир помазания в древности оно совершалось только над царями или пересвященниками, или пророками, и больше не над ком. Еще. И смотрите, что говорится в книге Бытия, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Почему нам важно вспоминать эти слова? Потому что гнев Божий, об этом рассказывает 7 глава апокалипсиса, идет на весь мир природы, на всякое древо, на все моря, на все земли. Почему же мир природы должен разделить вместе с человеком его трагическую участь? Во-первых, мир природы и создан для человека. Это первое. Во-вторых, сам человек является частью мира природы. Человек и есть земля, о которой сказано, что человек должен возделывать ее и хранить ее. возделывать свой внутренний мир, это забота о телесном, о насущном, хранить, оберегать это нравственно-моральное состояние, чтобы не было никакого ущерба нашей благодати, и мы бы сохраняли всегда целомудрие веры. Святой Андрей Кисарийский писал, «Тварь, как созданная ради нас, причастна бедствием во времена нашего наказания, так же, как и радуется вместе со святыми во время их прославления. Отсюда следует, что и украшенные добродетелями во время напастей нуждаются в ангельской помощи, по силе, данной нам печати Духа, которая, правда, проявляет свою силу, лишь поскольку мы сами обнаруживаем свою деятельность, и если кто не получает от нее помощи, то лишь по причине своего нежелания». Ну, например, больше на себя рассчитывает, или на других людей, а Христос говорил даже так, «Не думайте, что вам говорить, когда вас поведут пред правителями всякими, Дух Святой научат, как и что говорить». Андрей Кесарийский продолжает, «Удерживание ветров явно свидетельствует о разрушении подчинения твари и неизбежности зла, потому что все растущее на земле прозябает и питается ветрами, при содействии их же плавают и по морю». То есть исказит человек свои нравы, нравственные, моральные, и мир природы ополчится против него. помните, когда Каин убил Авеля, брата своего, и есть предание, что после этого дикие звери начали рычать и бросаться на него, и он так испугался, умолял Господа, всякий, кто встретит меня, всякий, то есть животное, в том числе людей тогда совсем мало было, мог бы даже убить его, потому что зло, которое мы порождаем, этим же злом мы и наказываемся. Человек, губя себя, губит мир природы. Значит, грех – это не личное твое дело, но это и вопрос экологии. В книге Откровения Анна Богослова 11 глава 18 стих прямо сказано, «И расферепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, малым и великим, и губить губивших землю». То есть будут погублены все, кто губили землю, этот дом Божий, прекрасный, красивый, который Господь создал для нас. А создав его для нас и введя человека в этот мир, Бог сам сказал, «Все хорошо, весьма». И мы читаем далее, и я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Июдина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, и из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Бедодостопочтенный пишет, «Естественно, что Иоанн, то есть Иоанн Богослов, начинает с колена Июдина, из которого произошел наш Господь, и пропускает колено данного, из которого, как говорят, выйдет Антихрист, как написано, дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так, что всадник его упадет назад». Это из книги Бытия 49-17. «Ведь он решил», то есть Иоанн Богослов, «не по порядку следования земных поколений, но по истолкованию имен изложить добродетели церкви, спешащей от нынешних исповедания и хвалы к вечной жизни». Так переводятся имена Июды, стоящего первым в списке, и Вениамина, стоящего последним. Имя Июды переводится как «восхваление», то есть восхваляющие Господа, прославляющие Его. И каждое из имен, которые здесь обнаруживаются, свидетельствуют о какой-то добродетели, которую мы можем принять или не принять, согласиться с ней или не согласиться. Помните, апостол Павел писал «не тот иудей, кто наружно таков, но тот, кто внутренне таков». Он как бы говорил, и мы об этом уже рассуждали, не тот, восхваляет Бога, кто действительно восхваляет Бога, ибо это и означает слово «иудей», а тот, кто и в сердце восхваляет Бога, а не только внешним видом, как фарисеи, они любили напоказ долго молиться, выставлять свои какие-то добродетели, заслуги. Далее шестого стиха по восьмой стих перечисляются имена двенадцатый колен и подчеркивается, что их деление на двенадцать тысяч. Двенадцать тысяч, двенадцать тысяч. Почему такое повторение? Андрей Кесарийский пишет «Июда переводится как исповедание, то есть он исповедовал Бога, восхваляя Его, через которого бывают отличаемые спасаемые исповеданием Христа». Мы тоже спасаемся через исповедание, сказано «всякий призывающий имя Господня спасется». Христа, произошедшего от Июды. Здесь Андрей Кесарийский касается такого вопроса неявно, но об этом писали очень многие отцы и Андрей Кесарийский, что рано или поздно иудейский народ всецело вернется ко Христу Спасителю и будут настоящими иудеями, будут восхвалять Господа. Они отрекутся от своих заблуждений, от своих этих сказок, фантазий, всяких небылиц и возрыдает о нем всякая плоть и те, которые его пронзили. Так сказано в Писании. Беда достопочтенный в своем изложении откровения писал «Этим конечным числом 144 тысячи обозначается неисчислимое множество всей церкви». Что он имеет в виду? Имена-то означают добродетели, значит, и все нееврейского народа, но с такими же добродетелями они относятся к этому числу. Этим конечным числом обозначается неисчислимое множество всей церкви подражанием рожденной от патриархов либо в потомках по плоти, либо по вере. Если же вы Христовы, говорит апостол, то вы семя Авраамова, то есть теперь мы, православные христиане, дети Авраама, а тем фарисеям и книжникам, которые хотели убить Иисуса Христа, Господь наш сказал им, «Если бы отцом вашим был бы Авраам, разве бы вы искали бы убить меня, человека, сказавшего вам правду? Ваш отец дьявол». «Если же вы Христовы, говорит апостол, то вы семя Авраамова». Это ссылка на послание Галата. «Об умножении совершенства говорит и умножение двенадцать на двенадцать». А двенадцать – это число полноты благодатного союза верующих. двенадцать патриархов, двенадцать апостолов, в сумме двадцать четыре старца поклоняются пред престолом Божьим. Об умножении совершенства говорит и умножение двенадцати на двенадцать, исполненное прибавлением тысячи, которое является десятью в кубе и символизирует неразрушимую жизнь церкви. Откуда тысяча берется? Сказано «Воскресли и царствовали со Христом тысячи лет». Это время, в котором мы с вами живем, время благодати. Поэтому нередко ее представляют числом двенадцать, ведь она в четырехстороннем мире встает верой во Святую Троицу. Трижды четыре равно десяти плюс два. По этой причине для проповеди веры и были избраны двенадцать апостолов, а именно символизируя числом тайну своей миссии. здесь используется конечно и греческая особенность счета и эти идиомы. Идиомы это крылатые выражения из арифметики тех времен. Древние христиане очень большое значение придавали разным цифрам. И когда мы будем говорить с вами о числе шестьсот шестьдесят шесть, если был жив Господь позволит, я думаю мы там поподробнее поговорим обо всем этом. Блаженный Ироним пишет, кто-то спросит, где же написано, что весь Израиль спасется? Во-первых, сам апостол, то есть Павел, говорит, когда войдет полнота язычников, тогда спасется весь Израиль. Это ссылка на книгу посланий к римлянам 9-я глава 11-й стих. Действительно, ну, об этом говорится прям можно сказать вся 9-я глава и включая 11-ю главу. Особенно стих 11-26 9-й главы. Кроме того, Иоанн, то есть богослов, говорит в своем откровении «Из колена Июдина уверуют 12 тысяч, из колена Рувимова уверуют 12 тысяч». А что значит, когда войдет полное число язычников, тогда спасется весь Израиль? Имеется в виду, когда печать Божия будет поставлена на последнего крещенного православного христианина, все, дверь спасения закрывается для язычников, открывается для иудеев. Для них Бог пошлет с неба двух чрезвычайных вестников. Это пророк Енох, который жил до потопа и живьем был взят на небо, и пророк Илья, который жил во дни после потопа, и вихри огненной колеснице тоже шипьем был взят на небо. Они, как неумершие, явятся в этот мир, чтобы и смерть вкусить, и они будут обличать Антихриста. Енох будет говорить всем народам против Антихриста, а Илья, как особенно ожидаемый среди иудеев, особенно им будет говорить, что истинный Христос это тот, которого они распяли, и тогда они переживут великое покаяние и великое обращение к Богу. Поэтому в послании к римлянам апостол Павел так и пишет, «Ожесточение в Израиле произошло до времени, пока войдет полное число язычников». И о прочих коленах продолжает блаженный ироним тоже говорится, и всего уверовавших будет 144 тысячи. А если бы уверовал Израиль, Господь наш, то есть тогда, когда Господь Христос пришел на землю, если бы уверовал Израиль, Господь наш не был бы распят. Если бы Господь наш не был бы распят, не пришло бы спасения, продолжает блаженный ироним, множеству язычников, следовательно, иудеи уверуют 144 тысячи. Не за всю историю их существования, а вот те, которые доживут до прихода Еноха или с неба во дне Антихриста. следовательно, иудеи уверуют, но уверуют в конце мира. Не время было ему веровать в крест. Если бы они уверовали, Господь не был бы распят. Не время было ему веровать в их неверности наша вера, в их поражение наше возвышение. Это было не их время, чтобы оно стало временем нашим. Действительно, то время, которое они ждали, когда же явится Христос, оно оказалось не их временем, а нашим временем. И далее мы читаем удивительные слова. «После сего взглянул я и вот великое множество людей». Да, кстати, святые говорят, вот это великое множество, которое мы сейчас читаем, оно вмещает в себя и этих 144 тысячи. Но они выделяются особо, потому что они особым чудесным образом уверуют. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». Белые одежды – это награда, ветви – награды, значит, они воскресшие, так как последним дням очень мало останется христиан. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу, и все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь». Мы видим, что все воздают славу Господу и получившие награду и имеющие великое достоинство в Царстве Небесном, все ведут источник святости и целомудрия в милосердии Божьем. «И поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и сила, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков «Аминь».» То есть они как бы говорят, не от нас это все, не смогли бы мы ничего бы сделать, как и Христос говорил своим ученикам апостолам, а это были лучшие люди своего времени, «Без меня не можете делать ничего». Кстати, во всем корпусе добротолюбия все пять томов на русском языке самая частая встречаемая цитата из Нового Завета это именно эти слова «Без меня не можете делать ничего». И начав речь, один из старцев спросил меня «Все облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» Я сказал ему «Ты знаешь, господин». Удивительная картина «Вопрошают кого?» Иоанна Богослова, а он сам сопроводимый ангелом Божьим, старцами. Так кто же к нему подошел? Есть предание к нему подошел он сам. Как я уже говорил, когда он увидел 24 старцев, там было 24 старцев, 12 патриархов, 12 апостолов, и когда он их увидел, он увидел среди них и самого себя. И вот он, но уже проживший множество времени, подошел поближе, как бы вернуться к истокам своей юности по сравнению с этими тысячелетиями. Но одно истолкование не исключает другое. «И начав речь, один из старцев спросил меня в сии, облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин». Иоанн Богослов как бы говорит, ты живешь в Царстве Божьем столько лет, конечно, ты все знаешь. «И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца, за что они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже не алкать, не жаждать и не будет палить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод и отрет Бог всякую слезу сочей их». Действительно, дорогие друзья, отцы, братья, сестры, наступит день, и я с надеждой произношу эти слова и для самого себя, когда Бог отрет всякую слезу сочей наших, когда скорби не будет, болезни не будет, гонений не будет, когда Царствие Божие совершится яко на небесе и на земле. Вчитываясь в удивительные страницы этой боговдухновенной книги Апокалипсиса, нам даются образы, зраки, иконы того мира, который ожидает нас и который даже издалека представляется более реальным, чем нежели та юдоль страданий, болезней, неправды, лжи, недопонимания, коварства, в которой мы еще как-то проживаем. Но в Писании сказано претерпевший до конца спасется.